Отмена соревнований, запреты на проведение тренировок и выступления при пустых трибунах 2020 для мирового спортивного сообщества выдался достаточно сложным во всех отношениях. Но несмотря на строгие ограничения, казахстанским спортсменам все-таки удалось принести немало положительных эмоций своим болельщикам. Андрей Деменок вспомнил главные спортивные достижения уходящего года. Это первые слова Геннадия Головкина после победы над поляком Камилом Шереметой. Бой стал одним из главных событий уходящего 2020 года, который для всего мирового спортивного сообщества выдался крайне неоднозначным. Хотя для отечественных атлетов он обещал стать одним из самых многообещающих. В февраль после своего возвращения в профессиональный спорт Илья Алин в Ташкенте доказывает, он по-прежнему один из сильнейших тяжелоатлетов в мире. Почти в это же время Анастасия Городко становится победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайлу в дисциплине Могул. А теннисистка Елена Рыбакина в Дубае сенсационно обыгрывает третью ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии. Победная поступь отечественных спортсменов должна была продлиться и дальше, но вмешалась пандемия. Турниры начали отменять и переносить одним за другим. Среди них даже Олимпиада в Токио. Из-за жесткого карантина большинство спортсменов потеряли возможность не только выступать, но даже тренироваться. Казахстанские атлеты здесь не исключение. Пожалуй, одна из немногих организаций, которая продолжила проводить соревнования UFC. Мария Агапова стала первой казахстанкой в истории турнира. А в дебютном поединке Павлодарке потребовалось всего три минуты, чтобы оформить победу. Вслед за Агаповой в турнире дебютировал и Шавкат Рахмонов. На его счету также досрочная победа практически по тому же сценарию свой поединок провел и олимпийский чемпион по боксу Даниэр Елиусинов. Ему противостоял бывший чемпион мира Джулиуса Индонго. Бой закончился уже во втором раунде. Дорогие и господи, еще не победил Казахстанда Тайяр Елиусинов. Вслед за спортсменами, выступающими индивидуально, коронапаузу прервали и профессиональные клубы. В числе первых возобновили соревнования футболисты. Как выяснится, больше всего вынужденный перерыв пошел на пользу алматинскому Кайрату. Команда впервые за последние 16 лет становится чемпионом страны. А вот столичному Борису вынужденный перерыв дался нелегко. Команда значительно обновила состав, сменился главный тренер. Несмотря на сложные старты, перестройку коллектива, к концу года Юрию Михайлису удалось выправить ситуацию. Что принесет отечественным спортсменам год следующий, на сегодня сказать никто не берется. Известно только, грядут большие изменения. Касаются они, к примеру, финансирования профессиональных коллективов. Средств теперь они будут получать меньше. Будем надеяться, что рвение к победам от этого у них не убавится. Андрей Деменок, Хабар, 24.